Коммунальная арифметика Тяжелые жировки Вот уже полгода жильцы одного из общежитий Пытаются не запутаться в суммах, прописанных в квитанциях В коммунальном вопросе помогала разобраться Ирина Богомолова Евгений Вахромеев живет в городском общежитии номер 13 уже 6 лет Проблем с коммунальными платежами не было Квитанции приходили в срок, также своевременно оплачивались указанные в них суммы Ситуация изменилась летом, когда в жировках началась настоящая путаница На комнату 361 киловатт Что это комната может 361 киловатт? Две лампочки, компьютер, телевизор, холодильник, микроволновка, чайник Семья из четырех человек, которые все умещаются на скромных 19 квадратах Ежемесячно переплачивает примерно 15 рублей И это по самым скромным подсчетам Когда задаем вопрос сотруднику в одном окне Что девушка откуда взялась задолженность, не задолженность, а переходящий остаток Она смотрит по компьютеру, сама говорит Да, я не знаю откуда взялась При этом она удаляется, потом приходит, когда к руководителям ходила и говорит, что у вас здесь все нормально посчитано В итоге мы ответ не получили на этот вопрос При этом показания счетчика жильцам не показывают, сколько киловатт той же электроэнергии расходуется в месяц, остается тайной По словам РВЦ, был такой вопрос задан, чтобы предоставили показания счетчиков Они сказали, что им предоставляют ЖЭО, идите в ЖЭО, разбирайтесь ЖЭО предоставляет, покажите нам эти показания счетчиков Они не показывают Было такое обращение Почему? Неизвестно, не знаю Евгений неоднократно обращался в службу одно окно РВЦ даже в горисполком Вроде бы разобрались, но уже в следующем месяце ситуация повторилась Слесарь по образованию мужчина берет в руки калькулятор и проводит нехитрые расчеты Вопросов становится еще больше Если разделить 10 тысяч киловатт 170 на количество комнат, получается где-то около 160 киловатт на комнату Это нормально, но 361 киловатт на комнату, это дом столько не тянет Наталья Мельничонок, соседка Евгения, тоже сетуют на цифры в квитанциях Женщина уже не первый месяц пытается добиться перерасчета платежей Мы не сделали перерасчет, потому что большие суммы выходят у нас за общежитие за одну комнату За комментариями мы обратились в расчетно-вычислительный центр Ленинского района Если вдруг неверно произошло начисление, так как мы перешли на новую программу, а если расчет ЖКВ, может быть, мы даже людям писали объявление, что люди, если у нас какие-то неточности в данных извещениях, просим прийти к нам, чтобы они обращались Что же касается показателей жилищно-коммунальных услуг, то здесь все делается строго по тарифам, установленным законодательством Жалуется на то, что много за освещение начисления производится, но поставщикам услуг нам ежемесячно предоставляется количество израсходованных киловатт в часу по данному жилому помещению Оно разбивается согласно количеству зарегистрированных граждан Ответы на вопросы жильцы все же получат, перерасчеты будут сделаны Хочется верить, что в этот раз цифры сойдутся Ирина Богомолова, Иван Боровой. Сегодня в Бобруйске Завтра Крещение Господне. Один из самых почитаемых православных праздников По традиции, 19 января в разных районах города и в его окрестностях пройдут крещенские купания Специально для этого в Бобруйске подготовлены две полыньи угребной базы и на пляже 6 микрорайона Горожане, желающие окунуться, смогут это сделать уже сегодня с 18.00 и до 2.00 ночи четверга В этих местах будет организовано дежурство спасателей 19 января с 8 утра до 9 вечера у проруби будут работать мобильные пункты обогрева, организованные раздача горячего чая и торговля Город выделит несколько автобусов, где можно будет переодеться и согреться Как сообщает сайт Бобруйской епархии в 7.00 и 12.00, будет совершено освящение купели на 6 микрорайоне Крещенские купания также ожидаются и на одном из озер в Туголице Главной церемонией дня станет освящение воды Совершить этот обряд можно будет во всех православных храмах Бобруйска Житель Бобруйского района погиб на пожаре Частный дом в деревне Берча загорелся накануне около 10 часов вечера К прибытию спасателей дом горел открытым пламенем, в комнате на полу без признаков жизни нашли 51-летнего хозяина Погибший проживал один, не работал, за неуплату летом ему отключили электроэнергию Огонь уничтожил кровлю по всей площади, частично перекрытие, повредил стены и имущество в доме По мнению специалистов, пожар мог начаться из-за неосторожности при курении Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту пожара и гибели человека На реализацию инвестиционной программы Могилевской области в 2017 году направят более 55 миллионов рублей Основными направлениями финансирования в реализации программы станут проектирование, строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, социальной сферы и сельскохозяйственного назначения В число социально значимых объектов, по которым будут вестись работы в этом году, вошло и строительство средней школы в микрорайоне Западном в Бобруйске Программой предусмотрены средства на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки Новых распределительных газопроводов, а также погашение кредитов, выданных на вышеуказанное проектирование и строительство Уплату процентов за пользование ими, погашение задолженности за работы Рост хулиганств и снижение преступности среди подростков В 2016-м в городе-на-Березине заметно уменьшилось количество тяжких преступлений, но выросло количество карманных краж О том, как сработала милиция, узнала Ангелина Дикун 25 лет за метадон, убийство на семейно-бытовой почве и громкие дела о коррупции 2016-й для Бобруйской милиции был неспокойным По всем линиям служб управления внутренних дел города зарегистрировано 2230 преступлений Большая часть по линии АБЭП Резко снизилось количество совершенных грабежей, минус 39%, 64% до 39% Осталось нераскрытым 5 грабежей всего за 2016 год Выросла раскрываемость по всем линиям 74,4% и по линии уголовного розыска 62% В ушедшем году 20 раз возбуждались уголовные дела по факту причинения тяжких телесных повреждений В 2015-м на одно меньше В общественных местах Бобручане стали реже совершать преступления в алкогольном опьянении Во многом благодаря жестким мерам Больше 30 объектов торговли сократили время продажи крепких напитков Ликвидируют и многочисленные спиртовые точки Особо актуальна проблема борьбы с домашними тиранами В 2017-м меры останутся самыми жесткими Мы со своей стороны будем принимать превентивные меры в отношении лица, которые допускают это насилие Путем привлечения к административной ответственности, уголовной ответственности Путем ограничения в дееспособности Если человек хронический алкоголик и подлежит направлению в ЛТП Естественно, он поедет в ЛТП лечиться Подростковая преступность сократилась в разы По линии наркоконтроля картина радужная Если в 2015-м жертв отравления спайсами было 59 В 2014-м году 28, в прошлом всего один Работа проводится и сегодня Борются правоохранители и с распространителями наркотиков Напоминают об ответственности Даже просто угостив кого-то сигареты, которые там находятся Ну, будь то там марихуана, либо курительная смесь Это уже сбыт, это тяжкое преступление За которое предусмотрена уголовная ответственность до 15 лет лишения свободы Особо часто об обручении портили и продолжают портить чужое имущество Теперь это квалифицируется как хулиганство Чаще подобные случаи происходят в выходные дни Когда во дворах начинают машины ставить, мешать друг другу наши граждане И кому-то где-то что-то не нравится И начинают друг другу царапать машины, резать колеса и так далее Вот эти моменты, я вот хотел бы с этим же обратиться и к жителям Потому что в настоящее время это квалифицируется как хулиганство И за это уже предусмотрена уголовная ответственность до 3 лет лишения свободы В 2016 фактов фальшивого монетничества не зафиксировано Пока с новыми купюрами не экспериментируют Однако в обручении легко попадают на другие уловки Зачастую потерпевшие, они потом говорят Мы понимаем, что он все-таки обманывает меня Но я все равно ему верю, что он отдаст мне деньги Иду, отдал же еще чуть-чуть, вот ему не хватает, еще что-то Рост доверия бобруйской милиции в 2016 возрос и составил 65% Но еще есть резервы Работа по всем направлениям будет проводиться с акцентом на предупреждение всех видов преступлений Сегодня процент раскрытия один из самых высоких в Беларуси Пока же на общереспубликанском фоне Бобруйск остается не самым спокойным городом Ангелина Дикун, Иван Боровой, Сегодня Бобруйске Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok